Всем здорова, с вами Фрост, и сегодня мы с вами будем проверять лучшие отборные лайфхаки из тиктока. Самые полезные. В прошлый раз у нас с вами был упор на физические лайфхаки, сегодня этого не будет. Сегодня будут реально какие-то отбитые, ублюдские, непонятные, неработающие или, может быть, работающие лайфхаки. И я лично надеюсь, что это последняя серия по проверкам лайфхаков, потому что я задрался смотреть эту дичь. А еще у меня есть свой тикток, там ссылочки есть в описании, поэтому если мы наберем за эту неделю миллион подписчиков в тиктоке, то я его удалю. Первый лайфхак. Яблоко заморозил, разморозил. Оно... Че-то... Держом завоняло, кажется. Точно? Че-ж? Ну, надо проверить, вдруг работает, потому что, когда вода во фрукте кристаллизуется, она разрывает его структуру. А в конце мы узнаем, что с ним стало. Доволь. Посмотрите, что вы могли бы, ну, повторить потом. Смотрите. Ага. Делаю сейчас. Внимательно, пожалуйста, только смотреть, пожалуйста, потому что второго раза не будет. Ага. Сейчас. Смотрите. Смотрите. Это сердечко, Мана. Сердечко. Смотрите, какое сердечко для вас делали, а. Для вас сердечко делали. Смотрите. Берем ложка, Джан. Вода, Джан. Ложка, Джан. Бля-я-я-я-я-я-я-я-я. Лайфхак. Бичовский лайфхак. Сухо. Не было там. Номер три. Век живи, век учись. Есть резинка. Есть карандаш. Два карандаш есть. Три карандаш есть. Детская сказка про волк. Кот же есть, кот же есть. Кот на салтапке, кот убегает. Кота обрисовывают, как трупы, короче, на асфальте. И типа он привел идеально к контуру кота. Полезный лайфхак, я вам скажу. Очень весьма полезный лайфхак. Я вам, однако, еще раз повторю. Итак, у меня есть три карандаша. И ловкость рук. Никакого мошенничества. Так. 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 Грен пойми, еще как. Вот так вот. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот оно вот таким вот образом получается. Вот это я штангу сделал. Это циркуль. Еще разок. То же самое. Это блеха. Видно не судьба. Видно не судьба. Видно не со мной. Ты проверишь лайфхак. Ну, хорошо, что подписался ты. Ты ж подписался. Ты ж уничтожил красную кнопочку подписаться. А то у меня для тебя плохие новости. Сегодня ночью красные кнопочки уничтожают всех, кто не смог сделать их серыми. Вот. А вот инсайдерская информация для тех, кто вот забыл. Забыл или не знал, или не смог. Вот надо поторопиться. Надо, надо. Иначе случится непоправимое. Вах! Кажется, это знак того, что здесь нельзя проверять тиктоки. Вася, почти все идеально. Сделаем вид, что я сделал что-то похожее. У меня тут есть кот. Прекрасный кот. Который всматривается в твои тапки. И он на них на серии. Если ты не поставишь лайк. Мотивация тайма окончена. Теперь нужно рисовать кота. Что-то мне подсказывает, что них... И это у меня слишком листок маленький. Я даже не дотянусь до этого кота. Он огромный, как тварь. Так. 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 Ёпта. Ёпта. Здоровый кот, мразь. Куда ты, сука? Глаз. Я же не как лох. Только контур нарисую. Так. Отлично. Ну ас. Нормально. Слышно, белька шаку нарисовал. Нормально. Нормально. Слышно, белька шаку нарисовал. Прикольно. Это мохнатющий, а. Как у твоего детства пуха в ушах, а. По моим расчетам должен получиться идеальный кот. Класс, я б сам такой херни не нарисовал. Лайфхак определенно заслуживает лайк. Отличный лайфхак. На вооружение берем. Это прикольная штука. Да я талант. Там третяковка скоро откроется. Я им это. Художество свое зашлет. Че они лохи без моего рисунка кота живут. Я не знаю, как они живут до сих пор. Закрылись, обанкротились давно бы уже. Я сбился со счета какой там же. Четвертый, пятый, хз. Пока все живут в 2020-м, ты можешь жить в 2040-м. Так. Ага. А этот парень. Какой тупой. Там рядом полочка находится. Положи на полочку. Че ты выебываешься. Ну ладно. А вдруг приходится. Опасный эксперимент, между прочим. Опасненький эксперимент. Вставляй меня. Так. Как там это? Оборот. Во. Во. Работает, ёпта. Чпи. Петушиный лайфхак. Просто петушиный. Сами живете в своих 2040-х разбитыми айфонами годах. Давай. Давай. Лучше лайфхаки. Что это за говно? Доширак взял. Раскрасил Доширак. Иероглиф получил. И заклинание написал. Давайте проверим. Там сразу какой-то еще один куча сборник. Ламханг. Лимоном взял, написал. Лимоном взял, написал. Это все. Ладно. Проверим вот эти два. Лимоном взял, написал. И Доширак взял. И стих получил Есенина. Телочек склеил. Вообще просто. Ну, а пока и флайф хотела бы работать. На. Куда я пошел? Листочек. Маркер. Дошик. Быстро, быстро. Пока перманентник не засох. Пам. Нужно что-то позабористе, чем этот сраный маркер. Симулятор горелого дождя у нас с вами получается. И сейчас у нас произойдет чудо, когда это все отпечатается. Возможно, мы узнаем загадку существования вселенной. По-любому, эта структура Маккрана была придумана не просто так, и в ней что-то зашифровано. Я помню чудное мгновенье, как предо мной явилась ты, как мимолетная... Я же говорил, стихи Есенина для того, чтобы клеить телочек. В азбуке Морзе. Между прочим, очень дорогой лайфхак лимона сейчас, блять, по 700 рублей стоит. Между прочим, поэтому мне только небольшая доля... Самый прекрасный лимон, который брызгается мне в глаза, тварь. Ладно. Я зашифровал очень секретное и серьезное послание, которое адресовано людям. Так, и что мы видим? Что мы видим? Я что-то вижу. Я что-то вижу! Вы видите это? Вы же это видите? Это работает. Но это очень сложно, так, чтобы не спалить бумагу. Потому что сзади она выглядит, как подгоревшая жопа хейтеров. Вот утюг... Я видел утюгом это делать. Это будет более практично, наверное. Секретные послания? Нифига себе! Лайфхак работает. Лайк я ему, конечно же, не поставлю. Потому что херня какая-то. Вот в наше-то время на заборах писали, а тут... Молодежь! Так, как разорвать скотч? Не получается у пацанчика разорвать скотч? А тут... Разорвал! Молодец! Скотч, если ты не можешь разорвать скотч, как нормальный мужик, то для тебя есть специальный... Лайфхак! Делаешь такую... Хоми-байску? Хероботина придется... Гуляк! Работает! Сущи! Сущи как ровно, а! Но всегда можно зубами, бродяга! Ну, хотя сейчас зубами... Зубами этот вирус коронный нехороший ходит, а! Одобряем лайфхак! Ладно, ладно, я пошутил! Говно лайфхак! Знаешь почему? Ты уже догадался? Вот почему! И зачем делать складку, когда можно просто без складки сделать все то же самое и сработает точно так же! Короче, две ложки мандавошки, две ложки сахарочка, Пять ложек кипяточка... Кипяток! Если нет капучинатора, придется взбивать вилкой, пока рука не отсохнет! Примерно через три минуты должна получиться такая масса! Жижа! Детская неожиданность! Берем в стакан, наливаем молоко, сверхложим сие массу и перемешиваем! Ребенок испугался в молоко! Вот так просто можно сделать капучино и растворим лопу! Перемешали всю эту корму и получили вот это прекрасное кофе! О! 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 Две ложки! Две ложки кофе! Да пожарнее, а то с горочкой, чтоб прям охренеть! Двенадцать часов ночи, сегодня же время детское! Надо пить кофе! Много! Много, очень много! Кипяточка! Хуякс! 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 Сахарочку! Пизду сахар! Ненавижу сахар! Не пью ничего с сахаром! Нахуй! У меня дома сейчас стоит хз! Мешаем! Мешаем, блядь! Мешаня, блядь! Мешай кофе! Мешаня! 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 Мешать! Молоко! Хрош! Молочко! 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 Хрош! Ну, Вася! Вот это кофе! Ты посмотри, какая пенка огромная! Чё это хуйня? Это просто молоко, над которым сверху лежит кофейная пена! Прикольно, конечно, но молоко, сука, холодное, а пена теплая! Я знаю рецепт получше, но я вам его не скажу, потому что мне лень! Я бы советовал лучше взбить молоко вот таким же образом, а в него добавить просто кофе, потому что это херня какая-то! Как сделать временную татуировку? Так, берём рисуночек, печатаем рисуночек, так, вырезаем рисуночек, хорошо, пока всё понятно! Берём воду, опрыскаем духами, видимо спиртовыми, вставляем на одну минуточку, на минуточку водичку! Хоякс, хоякс, ещё на две минуточки! Опа! Опять духами на руку! Опа! Опа! И на руку переносим! Надо было не забыть отзеркалить тогда, чтобы было как ты хотел! Опа! И у тебя модненькая татуировочка, кстати говоря, выглядит почти как настоящая или как переводная, только без покраснения после забивания! Так, я распечатался вот такую татуировочку, мне было лень делать большую, сделал маленькую! Ну, вонять теперь точно будут духами! Оставляем на минуточку! Блядь, ну дышать нечем после такого количества духов, честно говоря! Окей, водичку её... У меня уже, блядь, покрасилось там всё! И ещё две минуты томительного ожидания, во время которого я тебе рекомендую подписаться на один классный канал, если ты понимаешь, о чём я! Всё, ёпта! Лайфхаки принимают серьёзный оборот! А у вас, аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааак, аккуратненько вынимаем свою... Аккуратненько применаем без пузыриков... вау вот это татуировочка нихуя себе вы видели да гиптую мать какого хрена походу что-то пошло не так. Понятно, плохо прижали. Сука! Не, блин, ну это косяк, хуйня. Давай по новой, Ярик. Ярик, все охуйня. Воняет триндец. Так, строго по таймеру работаем. Строго по секундомеру. Так гораздо лучше. Это невозможно дышать. Вообще ничем не пахнет. Просто прекрасно. Просто... А, мы, кстати, по времени уже выбились. На две минуты водичку. Теперь... А, все. Еще лучше идет, если у вас духи Дольче Габбана или... Какие там... Если духи дороже, чем 500 долларов, то еще лучше переносится, я вам скажу. Так. Дадим хорошенько полежать. Разгладим полотенчиком. Ой, мамаджан, какой татуировка сейчас будет. Мама, просто в обморок упадет. Думаю, я сейчас как сниму противовес свой, так и охуею. В общем... Подводя итоги... Ух, ебать, тут воняет. Подводя итоги... Я сейчас чуть не подвел итоги своей белой футболки. Подводя итоги, во-первых, нужно брить руку, потому что волосы мешают переноситься краске. Во-вторых, лайфхак работает. В-третьих, блядь, я бы не советовал вам заниматься такой херней, потому что... Это краска для принтера, для документов, а не для вашей кожи. Хз, может у вас будет аллергия. Может еще ко мне херня вылезет. Короче, ничего полезного в этой херне нету. Лучше набейте настоящую татуировку, когда вырастите. Или купите нормальные переводные татуировки, которые для этого созданы. И не страдайте хернёй. Угадай, где оригинал, а где фейк. Не отличить, абсолютно не отличить. Прекрасно, прекрасно. Ну, кстати, вот на лысой руке более-менее она неплохо переводится. Если вы побреете руку и переведете, то, скорее всего, будет нормально. Нормально будет. Может быть, кто-нибудь даже вашим мамам, возможно, даже и поверит, что ты набил татуировку. Возможно, возможно. Лучше не старайтесь такой херни. Мало ли, какая у вас реакция организма будет на эту срамную краску. Смывается она, кстати, не так уж просто. Она просто не смывается. Придется корж снимать. Ёб твою мать. Айфхак! Работает, но поставлю ему дизлайк. Мне он не понравился. А как же моя полнота? Я не хочу быть толстой. Каждый вечер расчесываю волосы и приговариваю, как волосы мою вычешешь, как полноту мою вычешешь. Повторишь три раза, затем волосы вычешешь, полнота истекает. Поняла? И ты похудешь. Это полнота. Девчонки, лайфхак простой. Просто, чтобы похудеть, нужно просто расчесывать волосы каждый день по 15 минут в день. Сейчас покажу, какой расческой. Расчесочку. Вот такую расчесочку берем, да? Сейчас, один момент, да? Берем расчесочку вот так вот и вот так вот расчесываемся по 15 минут в день. Каждый день расчесываемся одной рукой. Потом меняем второй рукой. Вот так вот. Опа. И потом по росту волос. Против роста волос. Против. По росту волос. И вот так вот жир уйдет вместе с волосами. Лайфхак рабочий, 100% проверенный. Опа. Кстати говоря, про яблочко. Оно достаточно замерзло. Осталось немножечко подождать, когда оно разморозится. Пускай пока постоит здесь. А мы посмотрим следующие лайфхаки. Я видел, как в ТикТоке делают пену с помощью мицеллярной воды и полотенца. Оу май гад балл. Но как же попробовать с феном сделать то же самое? Теперь вся моя ванна в пене. Уха-ха-ха. А я видел такой лайфхак, как это делали с... Этой жидкостью для мытья посуды. Потому что мицеллярной воды у меня нету, поэтому я пошел за именно ней. Я, кстати, не уверен, что эта херня работает в мицеллярной воде. Мицеллярная вода это просто, типа, дистиллированная вода, а я что-то путаю. Так. И это все? Уху! У меня теперь, блядь, пена летает по комнате. Такая мерзкая пена! Поганый пен, а? Я тебя и не звал, да? У них как-то легче пена пошла, не знаю. Возможно, проблема в том, что у меня полотенце довольно плотное. Возможно, нужно потоньше. Можете поэкспериментировать. Этот лайфхак, в принципе, безопасен. Следующий. У нас там немножечко осталось. А-а-а! Рашин хак! Ага! Ну, это, само собой, по ложке будет меньше пениза. Ну, чё, алкашные, алкашные лайфхаки мы проверять с вами не будем. Давай дальше. Так, давай дальше. Следующий. Так, берем колу, берем сверло, берем уже подгоревшее. Дырявим колу. Так, вставляем трубочку. Это хорошо. Можем бить. Берем такую херню. И... И получается система подачи колы. А неплохо, я вам скажу. А неплохо. Правда, такой крыжечки у меня нету, к сожалению. Главное, чтобы у нас совпало по диаметру. Да, конечно, я буду держать голой рукой. Я же умный человек. Буду держать голой рукой накаляющуюся железяку. Но вы так не делайте. Это небезопасно. Сука. А, хорошо, а. Главное, подобрать диаметр трубочки и диаметр проделан. Должна быть герметичная система, иначе это работать не будет. Ух, бляха-муха. Можно вручную регулировать. Вот так вот, аккуратненько. Опа. Опа. Пошла жара автоматического наливания. Не надо. Опа. Бляха. Вот так перекрыл. Захотел опять попить? Опять включил кранчик. Опа. Вам просто нужен свой собственный дворецкий, который будет держать вам шарик, когда вы не хотите пить. А если вы просто устали, то можете сделать вот так. И будет продувка системы. Ну, если вам чисто лень самому всасывать колу через трубочку, то лайфхак классно работает! Нужно перезарядить. Так, нутелла. У нас есть один килограмм нутеллы, пак, ё-моё. Да. Это пытается достать. Достать крышечку. Под крышкой ещё крышка? А под этой крышкой ещё что-то? Чего? Открывашка. Да не может быть! Кто-нибудь бы уже тогда давно 10 раз снял, что там что-то есть. Есть белая штучка. Нутелла открытая. К сожалению. Её не килограмм. К великому сожалению. И что мы там видим? Мы там видим, что там ничего нету. Ничего нету. Абсолютно ничего нету. Ай-яй-яй, моя самая прелесть. Самая спи, просто... Ну-ка, внимательно пос... Ну-ка, ну-ка, блядь, ну-ка, давай. Ну-ка, блядь. Ну-ка, давай. Он достаёт эту штуку. Она там и действительно есть. Она там есть. Но он достаёт. Как-то странно её ковыряет. Очень с третьего раза ты меня бесишь. Это крышка, сука, из-под кофе. На ёпсик. На ёпсик. И он её не за язычок. Она, блядь, там не держится даже. Смотри, что это? Что это, сука? Что это? Это, блядь, отломанная головка от ножа. Сука, разъебал! Разъебал, пау-пау. Призять нож, чтобы достать другой нож. Там люди в комментариях пишут по 10 тысяч лайков в комментариях. Ладно, у нас с вами остался последний лайфхак. Это яблоко, которое здесь лежит. И нас дразнит. Он прям такой холодненький, слушай. Ну-ка. Сука! Ну, блядь! Я это и мог из целого яблока выдавить. Не замораживай, размораживай его. А-а-а, свежевыжатый. Ваш лайфхак дрочь, сэр. Хотя в теории мог бы и работать. Но не настолько. Там прям как из коробки выливали такой осветленный сачок. Я-то надеялся. Я-то думал. Я-то представлял, как сейчас свежевыжатого-то хлебанул. А не хлебанул. Только лососнул тунца. А уже все. К превеликому сожалению, лайфхаки на сегодня закончились. Но не спешите расстраиваться, потому что в описании вы найдете парочку ссылочек на два прошлых ролика с разборами лайфхаков, опровержениями лайфхаков, проверками лайфхаков и прочими прелестями из ТикТок. Также не бойтесь подписываться на мой канал. Ох, бляха-буха. Нажимай на красный кнопчик подписаться, если она у тебя красная. Нажимай на лайк, если он у тебя серый. Ссылочка на ТикТок там тоже подписываюсь. Там много классных видосиков. Штук 25, по-моему, если я не путаю. Можешь пересчитать, поправить меня. Могу ошибаться. Могу легко, спокойно. На этом все. Всем ночи и всем пока-пока.